Быть как героиней популярного фильма «Пятый элемент» или выбрать более экстравагантный образ, как у бунтарки Круэллы. В соцсети взрывают видео и челленджи подростков, которые соревнуясь друг с другом, выкладывают образ за образом, один ярче другого. В моде снова сочные цвета, от жгучего апельсина до нежного голубого и фиолетового. Сам выражается? Ну, они все хотят быть креативными, думают, что от того, что они покрасят волосы, в этом заключается креатив. И я считаю, что нет, волос трогать не нужно. Он дан от природы. Вот какой есть, такой и должен быть. Сейчас идет такая пропаганда, что нам все можно, и мы все свободные, и все хотят как-то себя проявить более яркими, более такими раскрепощенными. Вот у меня внучка покрасилась, ну не нравится мне, просто не нравится. Не против того, чтобы молодежь красилась. Они выражают таким методом, я так думаю, свою индивидуальность. Свою индивидуальность актриса театра Гюзель Карелова решила выражать в декретном отпуске. В прошлом жгучая брюнетка вначале перекрасилась в рыжий, затем в блонд и начала экспериментировать. На светлые волосы отлично ложатся все известные миру цвета, начиная от зеленого, заканчивая красным, розовым и голубым. Изначально создавать новые образы Гюзель помогали в салоне красоты, где мастера пообещали, что повторное окрашивание волос будет на порядок дешевле. Однако слово стилисты не сдержали. Прихожу на следующем месяце, опять пять. Такая, ну ладно, наверное, как бы что-то передержало, отрасли волосы быстро. Третий раз прихожу, опять пять. И тут я решила, да ну его. Теперь Гюзель окрашивает волосы в домашних условиях самостоятельно. Безымячные красители приобретает в профессиональных магазинах и четко следует инструкции. Получается, может, чуть и хуже, отмечает девушка, зато не страдает семейный бюджет. Своё стремление меняться связывает с некоторыми психологическими моментами. Говорит, жизнь в декрете будто остановилась. Хочется добавить в нее ярких красок и сочности. Ну вот и все. Вас в школу пускают с таким видом? Самый популярный вопрос к подросткам от мастера салона красоты Олега Бирюкова. Рассказывает, что только не приходилось видеть и кого только не приходилось красить. Стилист до сих пор вспоминает историю клиентки с зелеными волосами. Однажды она явилась в салон со своим молодым человеком и попросила начесать на голове петушиный гребень. Я им, конечно, сделал шикарные гребни, прекрасные. Они попросили мощно зафиксировать, зафиксировал очень хорошо. Потом я переживал, потому что где-то месяц я потом их не видел. Окрашивание в салоне в яркие цвета считается креативным, а потому требует от клиентов больших финансовых вложений. К примеру, если без осветления подобная процедура обойдется в полторы тысячи рублей, то при дополнительной подготовке волос к окрашиванию сумма за услугу может вырасти до пяти, семи и даже десяти тысяч. Особенно сильно такой креатив бьет по карману родителей, ведь чаще всего радугу на голове можно увидеть у подростков. Впрочем, в таком способе самовыражения нет ничего плохого, считает психолог Екатерина Шадрина. Она и сама еще недавно прибегала к технике окрашивания волос в голубой цвет. Это еще и проба границ какая-то, да, примут ли меня таким, да, смогу ли я выстоять против социума, который идет там, родители, школы, еще кто-то, да, то есть это некий протест может быть, тест на принятие. Психологи утверждают, выбранный цвет волос отражает психологическое состояние человека. К примеру, розовый означает мягкость, зеленую любовь к жизни, желтая радость, а синий и фиолетовые спокойствие и умиротворение. Красный, допустим, это цвет энергии, цвет страсти, цвет, в общем-то, агрессии тоже, да, и когда человек избирает его, то, ну, это про то, что, может быть, соединиться с этой частью себя, попробовать себя в этой роли. Может быть, это то, в том числе, чего не хватает. В век интернета молодежь за эпатаж и яркость в этом году, помимо популярного милирования и колорирования в разные цвета, в моду вошла химическая завивка, причем делать ее предпочитают, как ни странно, молодые люди. Родители подростков, должно быть, вновь разводят руками и тяжело вздыхают, а психологи успокаивают и призывают не делать поспешных выводов о нестабильной психике своих детей. Я понимаю волнение там родителей по поводу цвета волос своих детей, вот, и сомнения по поводу того, там, страхи какие-то примут его таким в школе, там, например, или где-то еще или нет. Волосы отрастут, а отношения испорченные уже не вернешь. Так или иначе, отмечает Екатерина Шадрина, период удивительных экспериментов над собой когда-нибудь закончится. Если он пройдет удачно, без тотального родительского контроля и наставлений, уже повзрослевшие дети будут вспоминать свой переходный возраст с улыбкой и уважать родителей за то, что позволили самовыражаться вовремя. Ольга Павловна, Николай Епифанов, Григорий Пешаков. События.